Всем привет! Меня зовут Александр Галкин. Сегодня я нахожусь на стенде Elling, где представлена модель Elling E6. Это топовая модель верфи, но именно эта яхта имеет ряд отличий от лодок, которые выпускались раньше. И прежде всего это мощные двигатели Volvo Penta T13 мощностью 1000 л.с. Также здесь на стенде представлена лодка с версией Hardtop, которая установлена над кокпитом. Так что пойдемте смотреть. Пройдусь коротко по корпусу ниже ватерлинии, уже традиционно. Так же, как и на E4, на который я делал обзор ранее. Это мощнейший киль, который идет от самого носа до кормы. Этот киль прикрывает винт, дает стабильность, во-первых, на курсе, защиту винта, меньший снос при движении в боковую волну. Ну и такая это морская история. Потому что традиционно все яхты, которые ходят в кругосветку и в дальние походы, имеют киль. Подруливающие устройства. Здесь гидравлические и носовое, и кормовое подруливающие устройства. Здесь также функция Hold. Нажав несколько кнопок, можно яхту поджать к причалу, и капитан имеет возможность спокойно выйти, отдать концы, не опасаясь за то, что при отвальном ветре, например, нос начнет уходить или корма. Также мощная скула на яхте, брызга-отгонник, то есть такая здесь ступенька для того, чтобы, когда лодка проходит в волну или переходит из режима полуводоизмещения в водоизмещение, вода, которая поднимается по марштейну, не на палубу заливалась, а отводилась в сторону. В центральной части на миделе Эринга Е6 традиционно есть ступени для подъема на палубу. Опция удобная, потому что не всегда в гостевом яхт-клубе лодка будет стоять прямо лагом или кормой причалу. Иногда причал короткий, и приходится ее швартовать на растяжке и подниматься в районе миделя. Поэтому сначала нужно будет сделать шаг на дойник и потом три ступени для подъема на палубу. Верхний рейлинг, он сдвижной. Соответственно, сдвинули рейлинг, поднялись, закрыли рейлинг. Все на борту. 65 футов, 20 метров. Это 20 метров действительно практически всего корпуса. Потому что иногда у яхт бывает, что они вроде 20 метров, но там купальная платформа занимает полтора, а то и два метра. То есть здесь на айлинге она компактная. Весь корпус заявленный, это именно корпус корабля. Под купальной платформой размещаются ступени для спуска в воду. Но также можно заказывать ступени, которые будут устанавливаться сверху на купальную платформу, иметь поручни. Они либо из алюминия, либо можно заказать из карбона. На этой яхте купальная платформа целиковая, но также есть опция, когда средняя часть будет иметь функцию опускания подвода. Традиционно яхты Эллинг имеют один главный двигатель. Здесь он, напомню, Volvo Penta D13 с мощностью 1000 лошадиных сил, который приводит в движение винт. Винт пятилопастной. Повторюсь, что винт прикрыт килем. То есть если будет совершена какая-то ошибка в навигации, и, например, лодка выскочит на отмель или на камни, то винт останется цел. Перу руля с гидравлическим приводом. Это такая традиционная технология. Но по стандартам безопасности, ну и, в принципе, для подстраховки, на этой яхте есть дополнительный двигатель Volvo Penta D4 мощностью 75 лошадиных сил, который разгоняет лодку до 6,5 узлов. Для того, чтобы, если, например, что-то случилось в море с основным двигателем, то капитан заводит вспомогательный двигатель и имеет возможность безопасно вернуться в порт. Вспомогательный двигатель имеет винт традиционный для парусных лодок. И он раскладывается таким образом. Собственное перо руля. А когда он не нужен в движении, когда работает основной двигатель, то вспомогательный находится в сложном положении и не мешает движению сухо. Сейчас я поднялся на купальную платформу. В центральной части находится гараж для тендера. Сюда помещается Williams 385, который берет на борт комфортно 3-4 человека, а в режиме отряд боевых пловцов можно 6 человек взять на борт. С правой стороны по правому борту под ступенями находится так называемая генераторная, в которой расположен вспомогательный двигатель. Там находится генератор, там находится система Vibasto, это кондиционеры. Там же находится Kabola, это система отопления и горячей воды. Также в этой генераторной есть пульт дистанционного управления лебедкой. Лебедка находится в гараже и используется для спуска тендера на воду. Эта яхта оснащена системой стабилизации Sikiper. И Sikiper расположен под полом гаража на максимальном удалении от хозяйской каюты. Потому что, как известно, Sikiper – это прекрасный стабилизатор, но у него есть ряд особенностей. Первая особенность – это то, что он выходит на режим в течение минут 40, то есть его нужно запускать заранее перед выходом в море. И также, когда вы возвращаетесь и выключаете его, то он еще где-то в течение полутора-двух часов останавливается, ну и создает шум, который, в принципе, сопоставим с шумом от генератора. И для того, чтобы не беспокоить гостей и владельца яхты, Sikiper максимально сместили к корме. С левой стороны располагается еще один рундук, полноценная зона. Опционально здесь находится каюта для капитана, но зачастую все-таки она используется как склад, как в данном случае. Также там располагаются блоки зарядки аккумуляторов и сами аккумуляторы. Аккумуляторы на этой лодке литий-ионные, системы Visper Power. Судно снабжается, и все потребители на 220 снабжаются через инвертор. То есть эта система предполагает, что генераторы заряжают через зарядное устройство аккумуляторные батареи, и далее аккумуляторные батареи через инверторы питают все потребители на борту. Если сказать проще, то при выключенном генераторе можно абсолютно спокойно пользоваться всеми приборами на 220. Все будет работать без использования генератора. Хорошая опция для того, чтобы либо стоять на якоре в тишине, либо когда в яхт-клубе, в общем-то, не приветствуется включение генератора, то вот система будет, что называется, к месту. Есть такое выражение, расхожее подняться на бор. В случае с Эллингом Е6 его действительно можно использовать, потому что когда вы поднимаетесь на яхту с причала, вы сначала встаете на купальную платформу, и потом по ступеням поднимаетесь в кокпит, то есть действительно поднимаетесь на борт. Ступени имеют угол наклона, ну, примерно сопоставимый с традиционными ступенями для подъема на флайбридж. Можно подняться как по левому, так и по правому борту, ну, и также можно, если яхта стоит как-то неудобно, использовать ступени для подъема на борт на мидделе. Сейчас мы находимся в кокпите, в кокпите яхты Эллинг Е6. Это версия Highline, поэтому палуба из кокпита в салон в один уровень, открытая планировка, которая позволяет размещать, как удобно и как хочется мебель, как которая находится в кокпите, так и мебель, которая находится в салоне. Установлен такой хардтоп над кокпитом. Если лодка используется в теплых морях, он защищает от солнца, на Балтике от дождя, потому что по периметру его можно зачехлять, тем самым увеличивая закрытую зону верхней палубы. Осенью дверь открывается, сюда можно дополнительно сделать и вывод вебасты. Это все пространство обогревается и вполне функционально. Также в кокпите выведены колонки системы музыкальные. Здесь музыкальная система Fusion. Она стыкуется с карт-плоттерами системы навигации Remarin. И в принципе все управление звуком происходит именно с поста. Соответственно, если тут шум, гам, гости гуляют, хочется капитану что-то услышать в радиостанцию, то не поднимаясь с поста, не отходя от штурвала, он может уменьшить громкость. Опционально на этой лодке стоят электрические лебедки для швартовки. Также здесь красивые цельнолитые полуклюзы. Вот здесь в кормовой части они открыты сверху, поэтому швартовые очень легко закладывать и отдавать. Управление лебедкой с кнопки. Это такая история традиционная. И под швартовой луткой находится рундук для хранения концов. Сечение рейлинга 800 мм. Массивный. Ну вот высоту вы видите. Чуть ниже пояса, но безопасно. Красивая светящаяся такая накладка. Рейлинг Е6 с названием модели. Эта часть как раз мы сейчас на мидле находимся. Открывающийся рейлинг для того, чтобы воспользоваться ступенями для спуска на причал. Для того, чтобы попасть в эти ступени, когда вы спускаетесь, есть такая маленькая хитрость. Они расположены четко под сливным шпигатом для воды с палубы. То есть вот прям на шпигат ориентируетесь и четко по нему спускаетесь. Боковые обходы широкие. В принципе, при желании можно даже разойтись вдвоем. Как у всех эллингов, на этой модели Е6 центральная секция лобового стекла открывается. Для того, чтобы в круизном режиме на 12 узлах можно такое устроить проветривание для салона. В носовой части есть большой рундук для хранения кранцев, либо велосипедов. Сейчас я его открою. Как раз здесь сейчас располагаются кранцы. Потому что здесь находится так называемая таранная переборка. Для того, чтобы предотвратить разрушение, так скажем, корпуса за ней. Это такой своего рода бампер. А это уже жесткий элемент, который лодку защищает от столкновения. Это версия Highline. Версия эллинга Е6. И как раз одно из отличий версии Highline от стандартной лодки состоит в том, что на топовой располагается радарная арка. Для того, чтобы разместить реймариновские спутниковые антенны и разместить радары. Она смотрится более, так скажем, элегантно по сравнению со стандартной лодкой. Но зато у нее увеличенный мостовой габарит. Соответственно, эта лодка уже не пройдет не по всем, так скажем, каналам Голландии, Германии и Франции. Стандартная же версия имеет примерно на полметра ниже мостовой габарит. И она уже, ну, она изначально рассчитана для того, чтобы ходить по основным водным внутренним артериям Европы. Итак, заходим в салон. Палуба в один уровень, поэтому свободная планировка. Эта планировка традиционная для Highline, когда есть большой обеденный стол и небольшая такая зона для того, чтобы посидеть, почитать книжку рядом, так скажем, с капитаном на переходе. Владелец этой лодки заказал опцию, чтобы разместить здесь мойку. Но еще здесь также может размещаться индукционная плита. Причем новые индукционные плиты имеют вытяжку в самой этой плите, то есть не нужно ничего здесь сверху городить. Все, что вы готовите, все запахи, все они в эту плиту уходят. Винный холодильник. Одна из самых важных опций на яхте. Выдвижной телевизор. Также опционально на Е6 можно делать опускающуюся секцию бокового стекла. То есть она будет примерно здесь размещена, где-то шириной сантиметров 50-60. И она будет опускаться как по одному борту, так же и по-другому. Сидения поста управления, так скажем, внешние несколько утилитарные. Но зато их утилитарный вид компенсируется фантастическим удобством. Потому что они, во-первых, подрессорены, они настраиваются, они могут сдвигаться вперед-назад. Также настраивается угол между самой подушкой и спинкой. Сама спинка откидывается. То есть вот сделано все максимально для комфортных переходов. Два карпоттера Raymarine. Прикрыты они таким вот цветом для того, чтобы не бликовать на солнце. Второй ряд приборов Raymarine. Соответственно, при многофункциональных приборах сюда могут выводиться любые показатели двигателей, любые показатели, скажем, с датчиков направления ветра. Эта секция тоже Raymarine автопилот. Автопилотом можно управлять как поворачивая здесь джойстик. Также под правой рукой расположен пульт управления системой навигации. И можно спокойно управлять также отсюда. Карту штабировать. Под рукой находится ручка управления главным двигателем. Чуть ниже расположена ручка управления газ-реверс двигателя вспомогательного. Ну и здесь, скажем, на нижней части подруливающие устройства. Повторюсь, что они гидравлические. Функция Hold есть. Вот здесь прямо есть эти кнопки Hold. Рация морская. Кнопки, тумблеры. Здесь и помпы откачаны, и различный свет, отдача якоря. Ну, в общем, много всего, все, что нужно. Вот это. Этот датчик, это как раз Sea Keeper. Здесь, значит, есть три танка на этой лодке. Расположены они ниже ватерлинии. В носовой и в кормовой части, также под гаражом. Соответственно, есть дейт-танк расходный. Фронт-танк. Танк в носовой части, но он расположен под нижним салоном. И танк, который расположен под гаражом для тендера в той же части, где находится Sea Keeper. Общий запас топлива на этой лодке 5 тонн. Соответственно, это на круизной скорости около 3600 морских миль. Вот этот прибор, этот монитор, это как раз система мониторинга Whisper Power, которая показывает уровень зарядки батарей. Она удобна тем, что не требует какого-либо вмешательства со стороны оператора, который здесь является капитаном. Осмотрели верхний салон, но эта яхта интересна тем, что у нее на самом деле есть два полноценных салона. Это на верхней палубе и на нижней палубе. И на мой взгляд, поспорить можно, какой из салонов более уютный и комфортный. Поэтому спускаемся на нижнюю палубу, посмотреть нижний салон. Традиционно голландские лодки имеют так называемый второй свет. Соответственно, из лобовых стекол свет попадает на нижнюю палубу, тем самым визуально расширяя пространство. Он абсолютно функционален, воздуха много. Здесь, так как версия Highline, установлен стол-трансформер. В таком режиме это обеденный стол для четверых, но его можно сложить. Здесь он складывается и поворачивается. И опускается при помощи электропривода. Таким образом. И превращается в стол для вечерних дежестивов. Также это может быть стол для работы с компьютером. Вещь полезная и добавляет функционала этой зоне. В носовой части VIP-каюта. Ближе к корме находится каюта гостевая, двухспальная. Все каюты на яхте гостевые имеют собственные санузлы. Как каюта по правому борту, так же и лесовая каюта. Большой, просторный, с хорошей сантехникой. Хороший, понятно, что я имею ввиду помимо бренда, но и он называется полноразмерный, как дома устанавливается. Потому что лодка для долгих путешествий и дальних переходов. В носовой каюте есть стол небольшой, такой трюмо открывающийся. Там ставится пуф. Сейчас его убрали, чтобы не мешать движению по санкетеллеру. Кровать размера King Size. Больше двух метров, широкая. И есть рундуки для хранения одежды. Зайдем в гостевую каюту и потом посмотрим уже камбус и каюту владельца. По опыту владения эта каюта часто используется как детская. Можно установить ступени для того, чтобы подниматься наверх. Здесь также могут быть установлены книжные полки. Вот иллюминатор открывающийся для вентиляции. Но также, как и вся лодка, здесь отдельная климатическая система. И санузел. Небольшого размера, но здесь есть мойка. Опционально здесь можно установить душ. Но так как чаще всего это гостевая каюта, ну, это детская каюта, то в принципе санузла и обычной мойки более чем достаточно. Лодка походная, поэтому все используется под рундуки. Все пространство, которое под диванами, все пространство, которое где-то находится в технических отсеках. Вот, в частности, даже здесь такой небольшой рундук для хранения. Причем дверка все раз, раз, набирается свет. Идем на камбуз. Наверное, одно из самых важных мест на яхте. Бытовые приборы Miele. Ну, в общем, знакомые и простые в эксплуатации. То есть, на чем дома готовишься, тут же приходишь на яхту. Здесь все то же самое, не нужно привыкать. Это удобно. Они у нас запасы воды и топлива, которые можно взять на борт. Автономность корабля – это запасы провизии, которые можно взять с собой. Поэтому большие холодильники, морозильная камера. Здесь камера нулевая для фруктов, овощей. Также вся бытовая техника Miele. На уровне глаз рундуки и ящики для провизии, которые не требуют температурного режима особого. Ну, и также под паевыми находятся рундуки большие. Редко на какой лодке на камбузе можно что-то готовить вдвоем. Потому что обычно это такое закрытое ограниченное пространство. То есть, здесь кто-то может что-то готовить на плите. И второй человек может пользоваться этим подстановочным столиком, нарезая салаты и так далее. То есть, для того, чтобы одновременно и быстро накормить весь экипаж. Здесь располагаются стиральная машинка и сушильная машинка. Тоже Miele. Две панели, они закрывают доступ в моторный отсек. На этой лодке нету, так скажем, моторного отсека в традиционном. Внимание, это обычно что-то, какое-то отдельное такая зона. Здесь двигатель, самый тяжелый элемент яхты, расположен максимально близко к мидулю. На максимально, насколько это возможно, нижней точке, ближе к килю. Что придает стабильность и остойчивость яхты. Кроме того, за счет того, что нету какого-то отдельного изолированного отсека для двигателя, то весь объем яхты максимально используется владельцам и гостями. Сейчас я снял как раз крышку моторного отсека. К вопросу шумоизоляции, вот весь блок моторного отсека, он таким образом реализован. Соответственно, здесь многослойная изоляция, которая предполагает и спененный материал, и алюминиевые листы, и притворы резиновые. Поэтому в движении на полной скорости здесь уровень шума не превышает 80 дБ, а в круизном режиме и того меньше. Соответственно, на переходе совершенно спокойно можно отдыхать в хозяйской, да и в любой каюте. Двигатель Volvo Penta D13, новая модель мощностью 1000 лошадиных сил. Привод идет через специальную муфту и опорный подшипник. Если говорить проще, то усилие на корпус, который идет от винта вращающегося, оно не приходит в коробку двигателя, тем самым увеличивая на него давление. Оно приходит, это усилие, в специальный опорный подшипник. Опорный подшипник представляет из себя стальную такую закладную раму в сам корпус, который формован. И, соответственно, вот это все усилие, оно приходит в эту закладную раму, упирается в корпус, двигается, тем самым приводится в движение лодка. А двигатель работает и стоит на специальных амортизаторах, работает свободно и не испытывает никакого давления. В принципе, есть доступ ко всему, потому что снимается также вот эта панель, снимается панель со стороны каюты владельца. Можно этот весь двигатель обойти с любой стороны, проверить фильтры, проверить уровень масла, дотянуться до всех элементов. И главное, что все это находится не в тесном моторном отсеке, а находится фактически внутри самой лодки с круговым доступом и с удобством для эксплуатации. Данная компоновка удобна и более безопасна с точки зрения проверки и обслуживания двигателя в море, потому что моторный отсек обычно это такое-то такое маленькое изолированное пространство, двигатели горячие, на волне запросто можно коснуться рукой, чем угодно и обжечь. То здесь вы находитесь фактически в большом пространстве, вы имеете доступ ко всем элементам. Это проще, удобнее и безопаснее. Ну и добавляет значительный объем на борту. Заходим в каюту владельца. Здесь гигантского размера расположена кровать. Также столик для работы, обилие рундуков, ящиков, большой телевизор на стене. Напротив кровати. Рундуки для хранения одежды с подсветкой. И санузел. Так как версия Highline, то здесь красное дерево в отделке. То есть такие красивые элементы из массива, которые окантовывают старешницу. И санузел. Ну, санузел душевая. Ну вот. В полный рост, в полный объем. Здесь сейчас обычный душ, но опционально тоже можно ставить такой квадратный душ в потолке, чтобы использовать и один из нас. Ну, так скажем, завершая отсмотр и обзор яхты LN-T6, остановлюсь на системе отопления этой лодки, потому что, как ни странно, но качественно и правильно нагреть лодку – это непростая задача. Здесь установлена система ковбола, это дизельный котел, который мы уже видели, и система радиаторных батарей, которые размещаются за элементами мебели. Соответственно, есть специальные каналы воздушные, через которые поднимается теплый воздух. То есть это такое, получается, в отличие от кондиционера, который греет только воздух и греет потом уже мебель, то здесь, в обратную сторону, греется мебель, греются полы и греется уже сам воздух. Для управления этой системой используются вот такие датчики, на которых можно установить и задать температуру. Система эта не требует работы генератора, не требует 220, соответственно, она полностью автономная, и даже зимой, оставив лодку на воде, например, где-нибудь в Галландии, в Германии, вы можете задать температуру 16-17 градусов, и по мере необходимости котел будет включаться и подогревать лодку. Ну что, на этом все. Конечно, есть еще о чем рассказать в деталях, а самое главное – испытать лодку в море. Я это обязательно сделаю в ближайшее время, и запишу на этот счет отдельный обзор. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что вы посетили борт прекрасной яхты Elling E6 версии Highline. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!